Почетный гражданин Чебоксар Николай Гаврилов в очередной раз посетил родную Чувашию. Вот уже десятый год подряд благодаря ему здесь проходит всероссийский турнир по вольной борьбе, который в этом году собрал более 250 атлетов из 15 регионов страны. Каким стал итог соревнований для спортсменов республики, узнавала наша съемочная группа. Зал Новочебоксарской спортшколы вновь принял крупные соревнования по вольной борьбе, но на этот раз уже среди мужчин. В течение двух дней спортсмены разыграли 19 комплектов наград. Посмотреть на финальные бои пришли не только близкие спортсменов, но и глава Чувашии Михаил Игнатьев, чемпион и призера Олимпийских игр и герои России. Я очень рад, что уже 10 лет с разных уголков нашей страны к Чувашию приезжали лучшие спортсмены-борцы. Практически каждый приехавший сюда спортсмен – это кандидат в мастера спорта, потому что по решению безлигемого федерации спортивной борьбы России турнир является мастерским. Его очень сильно борцы уважают, Николай Федорович. Все олимпийские чемпионы вольной, классической борьбы его очень сильно уважают, и поэтому каждый год сюда приезжают олимпийские чемпионы. И дети вот этих всех олимпийских чемпионов видеть – это… Я сам мечтал, когда боролся, кого-нибудь увидеть, поздороваться. Турнир завершился рядом побед для борцов из Чувашии. В одном из финальных поединков до 61 килограмма на ковре встретились хозяева соревнований. И в ходе борьбы золото удалось отстоять борцу в красном – Вячеславу Иванову. Конечно, ожидал. Это была, как сказать, моя мечта. Я второй раз борюсь здесь на этом турнире. То есть я по юношам боролся, выигрывал. А по мужчинам первый раз я выступил, проиграл, третий только стал. Вот была мечта выиграть. Я ее осуществил. Многим известный Доуренко Руглеев также занял высшую ступень пьедестала. Всего на счету принимающей стороны 23 награды разного достоинства. Это позволило нашим спортсменам стать лучшими на турнире. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.